Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Как и всегда, после выходных мы вместе анализируем и разбираем события минувших торговых сессий. В данном случае сделаем акцент на торговую сессию пятницы. Все это делается для того, чтобы, делая заранее подход к фундаментальному анализу и акцентируя на него внимание, у нас сохранялась, конечно же, преемственная фундаментальная картина и понимание того, какие тенденции сейчас на финансовых рынках преобладают. Традиционный анализ, срез, опять же, статистики по доллару уже давно позволяет нам делать выводы о том, что не покупать американца сейчас уж точно нельзя, особенно даже тогда, когда доллар доказывает нам свою стойкость на фоне роста геополитических угроз, которые, казалось бы, по идее, должны были провоцировать больше интереса к инструментам с более выраженными защитными свойствами, чем у доллара. Однако американец чувствует себя очень даже неплохо, и после последних пятничных данных по Non-Farm Perils, я думаю, друзья, мы с вами, как и раньше, можем абсолютно без каких-либо сожалений, без каких-либо сомнений ставить на то, что именно этот инструмент рынка Форекса продолжит укреплять свои позиции, в частности, доллар мы анализируем в конкуренции с иенами. Соответственно, сейчас котировки у нас 113,21. Рост продолжается, все-таки есть очень высокая вероятность того и шансы, соответственно, что мы все-таки протестируем сопротивление 115 иен против доллара. Что будет в связи с этим с рисковыми инструментами, которые в конкуренции торгуются с долларом? Я думаю, что ответ тоже на поверхности, он довольно очевидный. Риск априори должен слабеть, хотя по отдельным инструментам, таким как евро и фунт, у нас есть куда более интересные внутренние факторы для распродаж. И я с большим удовольствием, собственно, по мере появления информации, делюсь ей с вами, потому что это информация, которая подкрепляет, опять же, медвежий взгляд и повышает шансы на то, что мы сможем сделать многие, скажем, такие доны и целевые ориентиры и по рисковым активам, а также. Текущая неделя, друзья, обещает быть очень интересные. Сейчас, наверное, не имеет смысла делать обзор всех статистических отчетов, которые у нас грядут. Будем это делать, собственно, по мере поступления. Стат данных видится, у нас есть возможность каждый день в 9.30 по московскому времени. Забегая вперед, просто хочу отметить, что нас ожидают промежуточные выборы в США, очень важное политическое событие. Многие участники рынка изначально допускали, что это событие как фактор распродажи для доллара. Я не знаю, как американцы отреагируют на промежуточные выборы, но судя по тому, что сейчас в целом ничего не меняется и доллар сохраняет свою бодрость, я все-таки позволю себе предположить, что именно в таком направлении американская валюта продолжит двигаться дальше. Также на этой неделе нас ожидает решение Федрезерва по ставке. Будет ли в этот раз она пересмотрена? Я думаю, что нет, потому что после решения по ставке не пройдет пресс-конференция. Соответственно, уже давно мы с вами пришли к выводу о том, что если и стоит рассчитывать на какие-то изменения по ставкам, то только в том случае, если после этого запланирована пресс-конференция председателя американского регулятора, потому что, конечно же, нужно отвечать на вопросы и нужно разжевывать для всех тех, кто следит за финансовыми рынками решения, которые принимают. Соответственно, поскольку пресс-конференции нет, друзья, я думаю, что мы с вами благополучно минуем предстоящее заседание Федрезерва, может быть, получим еще один повод для роста доллара, но будем ожидать все-таки декабрьское повышение, остапок декабрьское заседание и ждать вот это ралли, которое, возможно, состоится как раз в преддверии этого заседания американского регулятора, а может быть, будет еще и приурочено к так называемому периоду высокой рождественской новогодней активности, которую мы традиционно называем новогодним ралли. В общем, по доллару есть на что обратить внимание, мы это и будем делать. Ну а сегодня из отчетов, которые обязательно повлияют на отдельные активы, стоит выделить активность в сфере услуг, маркеты, это по Англии, то есть отчет очень важный. Последние недели, последние недели точнее, мы видели, как фунт активно реагирует на то, что происходит в секторах строительства и производственном секторе, которые, в принципе, очень сильно не дотягивают по значимости до сферы услуг, то есть сегодня сфера услуг – это основной отчет из вот этих трех секторов, соответственно, он генерирует сферу услуг, она генерирует более 80% экономического роста. Я надеюсь, что вы это уже запомнили, потому что я постоянно об этом говорю. Изначально рекомендую вам, друзья, очень внимательно следить за этим релизом, потому что он, ну, действительно может повлиять на то, что происходит с фунтом. В 12.30 сегодня ждем эту статистику. Я в целом хороших цифр не ожидаю, соответственно, лишь делаю акцент на то, что сегодняшний день может стать очень плохим для британцев. Да и, в принципе, сейчас мы видим, как фунт оснижается, в частности, к котировкам непосредственно мы еще вернемся. Ну, я думаю, что эта неделя будет пятидневкой проторговки британцев непосредственно в близости от отметки 1.30. Потом мы, собственно, уйдем гораздо ниже. И я буду рекомендовать, собственно, в принципе, делают уже сейчас приобщаться к продаже британцев платить в долларах с отметки 1.2950. Дальше у нас по хронологии торговой сессии в 16.10, по-моему, по московскому времени выступление Стивена Ползла, который возглавляет канадский регулятор. И в 18.00, можно сказать, закрывать день по важной статистике, будет отчет АСМ в сфере услуг США, который прогнозом обещает стать еще одним катализатором для укрепления позиций доллара. Ну, а теперь давайте по ключевым валютным инструментам и активам сырьевого рынка пробежимся, проанализируем, с чем мы сейчас работаем и что мы можем ждать, в принципе, от дальнейшей динамики. Начнем мы с нефтянки, которая продолжает нас радовать. Это здорово, потому что всегда приятно, опять же, наблюдать профит на наших, собственно, терминалах. Так, 72.56 – это закрытие торговой сессии пятницы, 72.100. Нефть снова испытывает сейчас давление. И я думаю, что с учетом того новостного фона, который сложился, другой динамики и быть не должно было сейчас. Соответственно, по рынку нефти мы работаем с прошлым отчетом по запасам. Нефть США, который указал на шестую неделю подряд, собственно, рост запасов. Вполне возможно, что текущие недели, а точнее предстоящая среда, когда будет еще один релиз от администрации энергетической информации. Мы будем работать уже с седьмой неделей подряд. Это влияет на настроение трейдеров. Трейдеров уже не раз бы могли в этом лично убедиться в качестве реакции трейдеров на выход этих данных и отчета. Помимо статистики из Штатов поджимают, опять же, более слабые перспективы экономического роста. На фоне сохраняющейся торговой неопределенности, я думаю, что темпы экономического роста будут снижаться. И дальше это, безусловно, скажется на спросе. И возвращаемся к классическим категориям спроса и предложениям. Напоминаю комментарии Саудовской Аравии, которые буквально вышли за день от того, как вступили в силу санкции против Ирана, о том, что при необходимости для поддержания баланса Саудовская Аравия готова задействовать свободные производственные мощности и снабжать рынок стольким количеством нефти, сколько будет необходимо. Пытались мы снова окунуться в тему иранских санкций. Друзья, я напоминаю вам то, что те, кто хотел и вынужден был в свете угроз США, опять же, свернуть свой бизнес с Ираном, уже давно это сделали. Поэтому я не ожидаю каких-либо серьезных изменений и в картине экспортных поставок со стороны в целом Тегерана, скажем так, олицетворения всего Ирана. И не думаю то, что в ближайшие месяцы, допустим, даже полугодие или год, мы будем говорить о куда более серьезном спаде поставок нефти из Ирана, нежели чем уже произошло. То есть производство нефти в целом сократилось вдвое, но процентов на 40 точно, соответственно, я думаю, что это предел. И даже если произойдет следующее, что Иран будет вынужден сокращать показатели добычи, поскольку спроса на его нефть не будет, я думаю, что все равно этот спад будет ничтожным по сравнению с тем, что уже произошло, и какого-либо серьезного влияния на рынок это не окажет. И, пожалуй, самая актуальная новость, которая связана с этой темой, это последнее, собственно, решение США освободить от необходимости соблюдения вот этих барьеров торговых санкций против Ирана относительно закупок иранской нефти. И 8 стран освобождены, скажем, от этого, это значит, что они, в принципе, могут продолжать покупать нефть в Иране, как это было раньше. Пока что официальных подтверждений, как таковых, не было. Ну, Южная Корея сообщила официально, что действительно, да, им разрешено покупать иранскую нефть. Но я думаю, что в ближайшие часы могут на рынке появиться сообщения о том, что такие же официальные разрешения получили и Япония, и Индия. Индия, возможно, самый важный регион в этом плане, поскольку чуть-чуть не, скажем, достает по объему потребления до Китая, а вы знаете то, что Китай – это ключевой импортер нефти, у леводородов в целом в мире. Соответственно, покупки будут сохранены на высоких уровнях. Мы с вами говорим, что угрозы для глобального предложения как такового нету. Дефицита, недостатка не будет, а если даже и будет, он будет покрываться со стороны стран ближневосточного картеля. И статистика, я уже с вами и уделился, то, что страны ОПЕК сейчас на текущий момент уже добывают нефть темпами максимально с 2016 года и давно уже перевалили за планку 33 миллиона баррелей в сутки. А что касается США, то они, в принципе, уже могут похвастаться, если в этом есть необходимость, статусом ведущего производителя нефти в мире. Казалось бы, еще несколько лет назад, разве такое было возможно? Я помню, опять же, общаясь на эту тему со своими коллегами, многие всячески не допускали вероятности того, что это может произойти. Но, однако, сейчас мы работаем уже с фактами, друзья, и они гласят то, что штаты добывают больше всех нефти. Делайте выводы из этого сами, с учетом таких показателей, действительно ли что-то угрожает глобальному приложению. И возвращаясь, опять же, к тому, что мы видим сейчас по котировкам нефти, все более-менее прозрачно, ясно и однозначно. Котировки будут снижаться, и ближайшая цель, друзья, 70 долларов за баррель. Ну, потерпеть осталось в буквальном смысле несколько торговых сессий. Я думаю, что цель эта очень быстро пойдет. Рубль, как и ожидалось, дал слабину. Улетели выше 66 против доллара, 66.20 уже, собственно, котировки. Соответственно, ожидаем то, что рубль будет слабеть и дальше. Это, в принципе, без сомнений. На фоне того, что происходит с нефтью, рублю тоже только одна дорога. Я думаю, что вы все прекрасно понимаете, с чем это связано. Соответственно, ждем закрытия 2018 года для рубля. Ну, я думаю, что выше 68, возможно, даже будет еще одна попытка протащить пару долларов в район 70. Все зависит от того, насколько разрушительными в плане последствий для российской экономики окажутся новые санкции со стороны США. Думаю, к этой теме мы вернемся с вами вынуждены, правда, через пару недель уж точно. Евро против доллара 1.1383. Европейская валюта снижается. Оптимизм, связанный с тем, что, возможно, удалось достигнуть прогресс в переговорах по Брекзиту, продержался на рынке очень недолго. Вы знаете, друзья, я вот следил за новостным фоном на минувших выходных по поводу того, идут ли переговоры, как они продвигаются. Совершенно неоднозначный фон сейчас складывается по Брекзиту. Я думаю, что вы с вами согласитесь, если зададитесь целью и попробуйте также поискать новости. Одни источники гласят, что соглашение частично уже достигнуто, другие источники говорят, что соглашения нет. Официального подтверждения тоже пока мы не наблюдаем. Какие-то тайные, кулуарные, закулисные переговоры. Зачем они нужны сейчас, когда столько внимания к этой теме, и всем нужна конкретика, есть ли соглашение или нет. Не буду сейчас пытаться выжать из разных источников нечто, скажем, среднее, чтобы дать какую-то оценку. Я лишь скажу, друзья, с учетом того, что сейчас на рынке обсуждается, соглашений по-прежнему нет. И если есть положительные комментарии, то они не имеют ничего общего к самому важному и спорному моменту, который остается таковым. Это вопрос, который касается границы, физической границы между Республикой Ирландии и Северной Ирландии. Этот вопрос еще не решен. Соответственно, даже если бы сейчас на рынке был бы хороший позитив, говорить о том, что соглашение близко, я думаю, что фунт уже давно бы ролировал и динамичный рост, но уж точно не снижался, как мы видим сейчас на азиатской сессии. Поэтому все-таки давайте говорить текущими реалиями и давайте констатируют лишь то, что на рынке по-прежнему очень высок риск жесткого Брекзита и, соответственно, это потенциальная опасность для, собственно, британцев. Поскольку все-таки участники рынка еще раз убедились в том, что не стоит верить комментариям уже и словам Раба и Тереземы, которые уже 4 месяца подряд закидывают рынок новостями о том, что соглашение близко. И покупатели, собственно, евровалюты, возможно, получили еще один сигнал того, что оптимизм и рост европейской валюты в конце прошлой недели был чрезмерен, поэтому в конце недели все-таки снова пересмотрели свое отношение к потенциальным договоренностям по Брекзиту и решили, что не видно еще света в конце туннеля, поэтому стали евро продавать. Помимо этого, на евро оказывает влияние слабая статистика, индексы производственной активности еврозоны Германии по цифрам не имеет значения, в целом индикаторы снижаются. Если вам интересно, можете построить графики. Во многих экономических календарях есть такая возможность оценить динамику, вы увидите то, что индексы лишь снижаются. Подвешенный вопрос, связанный с итальянским бюджетом, опять же, поднадолел эта тема, лишь повторяю, сроки 13 ноября, когда Италия должна представить обновленный проект бюджета, но вряд ли они это сделают, потому что Италия уже озвучивала позицию, что ничего не менять не собираются. Я предлагаю, друзья, сделку для тех, кто еще не в продажах, все-таки рассмотреть возможность именно такого направления по трейду, и вижу хороший уровень продаж с отметки 1.1370, то есть на этом уровне можно разместить отложку селл-стоп. По британцу, в принципе, то же самое. Новостной фонд, я уже озвучил по Брекзиту, он будет оказывать давление на фонд. Сегодня у нас в 12.30 активность в сфере услуха по Англии. Я жду слабых цифр и жду, собственно, давление на фонд, поэтому предлагаю сделку тоже в продажу с уровня селл-стоп с отметки 1.2950. Доллар и иена. Уже в начале брифинга много было сказано про перспективу доллара. Напоминаю, что в пятницу мы получили крайне классную статистику по количеству новых рабочих мест. 250 тысяч, 200, точнее, с 118 тысяч рост практически вдвое, точнее, даже в два с половиной раза, можно сказать. Оровень безработицы 3,7%, это минимальное значение с 1969 года. И отдельно я выделю, пожалуй, на мой взгляд, самый важный процесс, который удалось достигнуть американскому рынку труда, это рост зарплат, который состоял 3,1%. По-моему, с 2008 года мы не видели такие сильные цифры. Рост зарплаты это то, что будет подстегивать сохранение инфляции на высоких значениях и будет стимулировать, собственно, активность потребителей в плане их вкладов в динамику темпов роста валового внутреннего продукта. Соответственно, по штатам, друзья, как и раньше, я не вижу негатива. Важно отметить, кстати, негатив, он на самом деле был, он тоже приурочен, опять же, к политической теме. В пятницу администрация США сделала официальное заявление через своих представителей о том, что Трамп не давал поручения начать подготовку соглашения по урегулированию торгового конфликта с Китаем. То есть, за день до этого, вы помните, на рынке активно обсуждали, что соглашение может быть достигнуто. Трамп, в принципе, проявил инициативу и решил, скажем, сделать больше вклад в этом направлении и начать активно двигаться по этому пути. Однако, вот администрация США совершенно открыто опроверила эти данные. Казалось бы, на таких новостях, учитывая, что это очень больная тема для всего мирового рынка, мы должны были бы улететь, соответственно, по доллару вниз. Однако доллар никак не отреагировал. В принципе, он сохранил рост, как это и было в течение всей торговой сессии, то есть, на макроэкономических данных по рынку труда. Этот рост был продолжен и продолжается и сейчас. То есть, нету никаких преград сейчас для укрепления доллара. И американец уже не раз доказал, друзья, что даже на текущем этапе нету даже геополитических факторов, которые могли бы заставить, собственно, отказаться от покупок доллара. То есть, доллар не позволяет даже своим защитным оппонентам перенять у себя инициативу, соответственно, инициативу роста. Будем лишь придерживаться текущего вектора движения американца и, собственно, сохранять покупки, как и раньше. Доллар канадец для меня по-прежнему остается загадкой, потому что мы получили очень сильные отчеты по рынку труда в пятницу, канадскому рынку. Но канадец не вырос, потерял против доллара. Видимо, американская статистика оказала на рынок большее влияние. Но почему канадец не смог воспользоваться новостями отсутствия возможности конструктивного диалога с Китаем? По идее, это хороший фон, чтобы, скажем, нивелировать положительную статистику по штатам и усилить, опять же, сильные отчеты по национальному рынку труда. Однако канадец выководствовался другой логикой, мне непонятный, сильные отчеты были проигнорированы, и в итоге мы оказались снова в районе 1.31. Друзья, доллар канадец, пожалуй, это мое личное бремя, которое я продолжаю нести, потому что даже несмотря на то, что сейчас происходит, я понимаю, что канадец достоин лучшего. И с учетом тех новостей, тех обзоров, тех комментариев от Банка Канады, даже решения поставки, мы все это еще не отыграли, и я не понимаю, почему канадец продолжает вот так вот просто отдавать свое лидерство, на мой взгляд, более выраженное своему американскому конкуренту. Сегодня, как я уже отметил, в 16.10 состоится выступление Стивена Полоза, он точно будет говорить про повышение процентной ставки, особенно после вот таких сильных данных по рынку труда, когда безработица снизилась с 5.9% до 5.8%. Но отреагирует ли на это канадец, я не знаю. Ну, остается, что должен, конечно же, отреагировать, потому что полоса вот этого невезения должна быть когда-то закончена, и по мере появления таких фундаментальных драйверов, каждый из них может стать переломным, и, собственно, каждый из них снова может подстегнуть интересы к покупкам канадского доллара. И я жду, друзья, что это произойдет. И, возможно, это даже случится уже сегодня. Поэтому, с вашего позволения, я не могу позволить себе купить пару доллар-канадец. Я сохраняю короткие позиции, и также, как и раньше, продолжаю верить в то, что пара окажется ниже планки 1.30. Австралиец 0.7185. Завтра у нас заседание Резервного банка Австралии, и потенциальный фактор давления, потому что Резервный банк Австралии непременно будет говорить о преимуществах более низкого обменного курса. Соответственно, по новозеландцу 0.6640. Друзья, мы в хорошем профите по новозеландцу, но в то же время мы в минусе и по австралийцам. Но если мы сейчас посмотрим на графики движения австралийца и новозеландца, сможем легко убедиться в том, что австралийский доллар теряет гораздо активнее, чем новозеландец. Это хорошо. Мы можем в ближайшие часы, дни точно нивелировать негативный эффект и убыток по австралийцу положительной сделкой и положительным результатом по покупке новозеландца. По австралийцу и новозеландцу на этой неделе очень интересный фундамент, поскольку заседание Резервного банка Австралии уже завтра, и в среду пройдет заседание Резервного банка Новой Зеландии. Сохраняем пока такой баланс, как и раньше, друзья, по австралийцу сел, по новозеландцу бань. Я думаю, что такой подход принесет свои результаты. В ближайшие дни я буду держать вас в курсе. На этом, собственно, все. Хорошей торговой сессии, хорошей торговой недели. Увидимся, собственно, завтра, как всегда, в 9.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания.